Марка Infinity начинает масштабную трансформацию бренда. По планам, за три ближайших года японская марка должна будет вывести на рынок сразу пять новых моделей, и одной из них станет следующее поколение кроссовера QX60. Напомним, что Infinity уже рассекретила концепт QX60 Monograph, который прозрачно намекнул на дизайн грядущей новинки. Свежий стиль, как мы успели рассмотреть, ориентируется на традиционные атрибуты японской культуры, вроде оригами и кимоно. Впрочем, ближайшей премьерой должен стать другой кроссовер – Infinity QX55. Судя по характерному рельефу поясной линии, раскрытому тизерами, модель станет купеобразной версией серийного паркетника QX50. Новинка должна быть своего рода преемником с самого первого Infinity FX образца 2003 года. Такой вывод можно сделать, оценивая основные мотивы дизайна и прежде всего характерную линию бокового остекления. Так ли это, проверим уже 11 ноября. Jaguar XF, который временно числится старшей моделью британской марки, пережил плановое обновление. Снаружи седан и универсал почти не поменялись, зато примерили совсем другой интерьер. Таким же убранством недавно похвастался кроссовер F-Pace. Поэтому не стоит удивляться, что центральное место занял изогнутый тачскрин медиа-системы диагональю больше 11 дюймов, а под замену пошли передние кресла, обивки дверей и передняя панель, не считая мелкой фурнитуры. На центральной консоли вместо физических кнопок появилась сенсорная консоль, дополненная двумя вращающимися рукоятками. Их функционал зависит от выбранной вкладки меню. Это мы тоже только что увидели на F-Pace. Вместо шайбы управления автоматом появился новомодный джойстик. А механических коробок больше не будет вообще. Также на пенсию отправлены V-образные шестерки, ведущие свою родословную от фордовских моторов. Из мелочей подметим системы активного шумоподавления и очистки воздуха, плюс новые отсеки для хранения мелочей, включая площадку для беспроводной зарядки смартфона. В плане техники – свои обновки, которые, впрочем, нашей страны почти не касаются. На российском рынке появятся только две версии седана – дизельная заднеприводная и бензиновая полноприводная. Продажи рестайлинговых ягуаров должны начаться следующей весной. А универсалов мы традиционно не увидим.